Звенигород В 17 веке проходили ярмарки. Мы возрождаем традиции. Какие же народные гуляния без широкой ярмарки? Второй фестиваль событийного туризма «Звенигородский амбар» представил гостям и жителям города фермерскую продукцию. Сегодня мы проводим здесь в новом формате. Нас принимает отель «Татьяна Прованс». И сегодня у нас такая импровизированная реконструкция товаров, овощей, фруктов, то, что можно приобрести сегодня к столу. Крафтовый хлеб, легендарный Звенигородский крендель, натуральный мед, травы и колбасы. В магазине такого не купить. Мне очень самой нравится этот сыр-купаж. Это смесь коровьего-козьего молока, очень нежный по текстуре, очень интересный, со сладковатыми нотками. Так что вот вам, пожалуйста, попробовать. Очень вкусно. Поехали! Все как на настоящем дне рождения, говорят жители. Поздравления и любимые песни от Дениса Майданова – особый сюрприз праздника. Их подхватывали хором и не могли удержаться от танцев. В этом году очень понравилось. Конечно, если еще и все еще дооборудуют, то будет прекрасно на следующий год. Почаще бы нам такие мероприятия. Потрясающее мероприятие. Очень понравилось. Спасибо огромное за такое чудо, которое творится в славном городе Звенигороде. Я обожаю наш город. А также обожаю его день рождения, потому что я его люблю. Город – это прежде всего его жители. В честь дня рождения прошло награждение лучших и выдающихся деятелей Звенигорода. Руководителям трудовых коллективов и общественных организаций вручили памятные награды за их труд. Мы поздравляли наши лучшие коллективы. Те труженьки, которые трудятся на этой земле. Я с особой, хочу сказать, что миссией и с особой гордостью, потому что многих из них знаю, и мне было очень приятно. Я хочу просто всем звенигородцам пожелать здоровья, удачи, самое главное в нашей жизни и, конечно, благополучия вам и вашим семьям. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.